65-й день рождения. Щёлковец Вячеслав Кимёнов запомнит, пожалуй, на всю жизнь. Девять дней назад он вместе с собаками выживал в самодельном сарае на обочине дороги, а теперь, после переезда на новое место жительства посёлок Фрянова, приглашён в администрацию по случаю своего дня рождения. Как ты живёшь? Отлично. Да? У тебя появился дом. И вот в твоей библиотеке должна быть такая тяжёлая книга, она называется «Миссия России». Это наш глава Андрей Алексеевич Булгаков. Тебе подарил тяжёлую книгу. Это твоя книга, первая твоя домашняя библиотеки. Спасибо. Прозябающего на семи ветрах человека заметил глава округа Щёлкова Андрей Булгаков и предложил переехать с питомцами в благоустроенное жильём. Хлопоты на себя взял директор Центра гражданской защиты, советник главы Леонид Киселёв. Нашёл отапливаемое жильё с водой и холодильником, подарил мобильный телефон. Теперь Вячеславу Кимёнову помогут восстановить утерянные документы. Начинаем оформлять все документы, чтобы наш Слава, дядя Слава, получал нормальную пенсию, социальный пакет. Прошу вас принять наше совместное ответственность за жизнью человека. В далёких 90-х Вячеслав Сергеевич возглавлял производственный кооператив «Свобода» и, с его же слов, формально остаётся его руководителем. В трудную минуту от него отвернулись родные и друзья. Нынешний день рождения без пяти минут в Ряновице отмечают с людьми, которые помогут ему найти достойное место в обществе. Никогда не отмечал так. Сейчас появились родственники, друзья, которые когда-то отвернулись от вас? Нет. С ним я уже никогда не найду общий язык. Вне стен кабинетов Вячеслава Сергеевича поздравили ставшие за последние дни близкими сотрудники территориального отдела администрации и общественники Совета ветеранов. Музыкальное приветствие из Щёлкова привёз коллектив школы искусств имени Розума. После череды лишений и трудностей пенсионер решил, что будет заниматься содержанием брошенных собак. Вячеслав считает беспородных псов самыми добрыми. Михаил Налётов, Сергей Максимов, Щёлковское телевидение.